Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. Мы, как обычно, продолжим искать новых покемонов, прокачивать старых и также найти, я не знаю, легенд или шайни покемонов. Все это мы попробуем сделать в этой серии, но перед, как обычно, давайте мы посмотрим, какое же развлечение нас ожидает. Субтитры сделал DimaTorzok И также, ребята, что самое главное, если мы наберем 1200 лайков на вот этой серии Пиксельмон, то я даю вам свое слово, слово Эдисона, вы так можете и написать, слово Эдисона ты дал, поэтому, если мы наберем 1200 лайков на вот этой серии, я даю вам свое слово, то что завтра, во вторник, выйдет следующая часть Пиксельмона, то есть сразу же на следующий день, и Пиксельмон будет выходить каждый день. Хотите ли вы это или нет, зависит только от вас. Да, ребята, также не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Я люблю, ценю и также уважаю своих подписчиков, поэтому, если хочешь со мной подружиться, стать моим другом, общаться со мной в комментариях, просто подпишись, это одна секунда времени, а для меня ты сделаешь действительно очень приятно. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на ваши вопросы, и также, если у тебя возник какой-то вопрос, можешь его прочитать в комментариях, я на него отвечу. Да, ребята. А сейчас мы, в принципе, полностью будем погружаться. Погружаться. Вот я не знаю, почему я начал вот тут, в глиняном биоме, потому что, ну, просто мне так захотелось, да, просто мне так захотелось. Белдум, ребята, я не знаю, что по поводу Белдума. Белдума это как легенда, то есть, у него шанс поимки такой же, как у легенды. Я не преувеличиваю, действительно, у него такой шанс поимки обычным болом, как у какой-то легенды. То есть, у нас есть вариант, опять потратить пару стаков, чтобы его убить, чтобы его поймать, или все-таки кинуть в него мастер-бол. Большое желание сейчас сидеть и тратить все наши болы, которые у меня есть. Я не имею никакого желания, честно. А что по поводу, что по поводу мастер-бола, ребята, что вы думаете об этом? Что вы думаете? Стоит ли нам тратить один мастер-бол, который у нас есть, который мы победили, мисти, и получили вот этот мастер-бол, тратить его на, ох ты, ни хрена себе, ботиночки, тратить его на Белдума. Все-таки многие меня просили, мол, Эдисон, слови Белдума, но я не знаю, нужно ли это. Ребята, как вы думаете? Я хочу услышать ваше мнение. Хотите ли вы, чтобы я поймал Белдума или нет? Нужно ли это нам? Метагрос потом, я не знаю, честно, ребята. В принципе, он сильный, я согласен, это сильный покемон, он нам пригодится даже потом гимом. Давайте посмотрим, что у нас тут спрятано. Тут у нас покелут внутри. Ну, я не знаю, сейчас, ребят, зависит от вас. Пожалуйста, я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, поэтому, ребят, я сейчас у вас спрашиваю. Если вы хотите, чтобы я словил Белдума, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. То есть, хотите ли вы все-таки, чтобы я его словил или нет? Если, а, мы уже тут это лутали. Если будет много голсов за то, чтобы я его словил, я, ребята, словлю его специально для вас. Независимо, потребуется ли это пару стаков болов, и все же я пущу у него мастер-бол. Наверное, все-таки мастер-бол будет намного лучше вариант, потому что у нас есть еще 23 монеты. Если мы добудем еще одну монету, это будет еще 2 мастер-бола. То есть, у нас сейчас уже может быть 3 мастер-бола. Практически 3, да, если еще одну монету добудем. А что по поводу легенд, я не знаю, встретим ли мы еще вообще легенд в этом сезоне. Если, вот, давайте пойдем в джунгли. Если у нас появится возможность, или вообще нам повезет то, что засвамится мю, то, в принципе, один болл на нее будет достаточно. Если мы словим мю, значит, нам потом еще нужно будет иметь еще один мастер-болл для того, чтобы словить мюту. Потому что, кто не знает, с мю вы можете клонировать мюту. Ух, это 2 мастер-бола. А что по поводу еще одной легенды, я не знаю. Многие мне сейчас начали писать, мол, Эдисон, тогда, когда ты прокакал Райквазу, ты себе захотел ее вернуть. То есть, вроде подписчики все были за то, чтобы я ее с помощью гейммода вернул. Я сейчас не знаю, ребята. Все же я думаю, стоит ли это делать, не стоит ли это, стоит ли вообще возвращать нам Райквазу. Я не знаю, честно, ребята. Я не знаю, стоит ли нам ее возвращать. В принципе, многие подписчики за, даже мне пишут, мол, не я так об этом, можно сказать, огорчен, то, что мы не словили Райквазу, как подписчики. Мол, пишут, Эдисон, ты действительно там, это не твоя вина, верни себе Райквазу. Поэтому, я не знаю, дайте я тут скриншотик. Ух, как тут красиво. Может, нам тут домик, ребята. А давайте мы тут домик на озере построим. Если, конечно, так очень лагать не будет. Вот тут очень красивое место. Ребята, прикиньте, если бы он... Аааа, вот тут. Офигеть, вот это крутое место. Прям, знаете, вот как будто тут река идет длинная. И тут такое в конце озеро. И представьте домик, который будет вот тут посередине этого озера. И так же тут может даже дратине в любой момент заспамиться. Ребята, что вы думаете по этому поводу? И чтобы сделать вот тут домик. Вот тут, чтобы был домик. Чтобы его построить. Это, знаете, будет... Я не знаю, как это называется. Не дача, а, ну, в принципе, домик для отдыха. Да, как в этих миллиардеров, богатеев, вот этих всех, короче, миллионеров. Да, там, у меня там дом в Болгарии, у меня там дом на Мальдивах. Мы туда едем отдыхать с женой, когда нам все, вот эта городская суета уже надоела. В принципе, мы так же можем себе сделать, мне кажется, крутая будет идея. Я прям уже, знаете, так представляю, какой будет домик. Ага, вот такой, вот такой. Ребята, давайте все-таки мы тут поставим вейпоинт. Я не знаю, прям у меня вот так загорелась эта идея. Так, дом. A house on the water. On the water. Вот прикольно, можно сюда будет еще вернуться. И, что самое главное, если у нас дом будет в джунглях, если мы тут будем жить, иногда, иногда уходить с нашего прежнего дома, который, если честно, мне уже немного надоел, идти вот сюда на этот дом, который будет находиться на джунглях, ребята. Самое главное, учитывайте то, что в любой момент сможет заспавниться Mew. Потому что мы же будем жить на озере. Мы никогда не будем знать, когда же она заспавится. Может, в одной серии мы так зайдем, и она прям, пух, на начале заспавнится. Все может быть, все может быть, ребята. Поэтому это будет крутая идея. Это будет крутая идея. Мы сюда еще вернемся, ребята. Мы сюда еще вернемся. А сейчас я не знаю, куда бы нам пойти. Куда бы нам пойти, кого бы нам прокачать. Точно. Точно. Новых покемонов. Нам же нужно новую команду взять. Потому что сейчас, во-первых, мы будем искать новый гимн. А помимо того, пока мы его будем искать, нам нужно прокачивать каких-то других покемонов. В принципе, они нам могут даже пригодиться. Почему я захожу не в компьютер, а в холодильник? Что офигеть? Нам же вот эти покемоны... О, ребята. А давайте, вот почему я храню всю еду в сундуке, если у нас на кухне стоит холодильник? Давайте возьмем действительно вот так. Вот так прям, знаете, ребята, будем вносить реальную жизнь в Майнкрафт. Возьмем картошечку. Возьмем рыбку. Возьмем арбузик. А, в принципе, давайте все возьмем. Сейчас мы это все растаем. Так, что я хотел? Что я хотел? Во-первых, хлам давайте выложим. Вот этот весь. Я не знаю, понадобится ли нам сейчас... Понадобится ли нам сейчас тростник. В принципе, конфетки нам нужно делать. Но сейчас мы их делать не будем. Сейчас мы это немного оставим. Зачем мы сейчас это все будем делать, да? Мы победили геймлидершу. Нужно хотя бы немного отдохнуть. Это мы все сюда выложим. Замечательно. Выкинем то, что нам, в принципе, не нужно. Алмазики обратно поставим. Что мы еще можем выложить? Ребята, быстренько, быстренько, быстренько. Что мы еще можем выложить? Сахарочек можем выложить. И вроде все, да? Вроде все. А, хавчик. Давайте все возьмем и посмотрим, что... Это что нафиг за хоррор? Я никогда не видел, чтобы кто-то свалился вот так на такой высоте. Ребят, вы посмотрите, какая там высота. Вот. Это такая высота, где мой дом находится. Ярбок. Прямо, прям за окном. На втором этаже так смотрит на нас. Если было бы ночь, я бы обострался, наверное. Ну, ладно. Вот, ушел. Это прям скример в Майнкрафте без модов, наверное. Ладно. Что мы ставим в холодильник? Сейчас мы еду будем забирать не со второго этажа. У меня, если честно, иногда бывает такая тяжелая жопа, что мне даже через лифт тяжело подняться на второй этаж. Поэтому это будет оптимальный вариант хранить в холодильнике. Давайте поставим мяско. Мяско вот сюда. Потом сюда рыбку. Сюда рыбку. Сюда рыбку. И сюда рыбку. А хлеб ставить в холодильник я не буду. Можно его в тостер поставить? Нет, его в тостер, ребята, нельзя поставить. Вы же не храните хлеб в холодильнике? Хлеб в холодильнике. Это у меня украинские корни там выросли. Хлеб. Хлеб в холодильнике. То есть, я лично не храню. Да, там, вроде мама у меня хранит, когда на что-то ей там нужно сделать. Я не помню. Все хранят его обычно, да, снаружи. Поэтому у нас нету вот этого прибора для хранения хлеба. Поэтому поставим его вот сюда. Главное запомнить, ребята. Нужно запомнить то, что у нас тут хлеб находится. Нужно запомнить. Вот смотрите, мы тут даже можем стирать наши вещички. Ладно. Что мы еще сюда? Курочку. Курочку, ребята. Вот мне интересно, что вы больше всего любите? Вот я вам скажу свой топ. На первом месте... На первом месте у меня 100% курица. Я обожаю курицу. Я ее, можно сказать, кушаю, наверное, самое большее. То есть, не так рыбу, не так мясо. Вот на первом месте у меня курица. Я ее обожаю. На втором месте у меня мясо. Да. Я не знаю. Любое, в принципе, можно сказать. А на третьем месте у меня рыба. Я рыбу, может, раньше любил, но сейчас как-то... Как-то немного разлюбил. Ребята, напишите, пожалуйста, свой топ. Мне реально будет интересно. Знаете, такой небольшой... Небольшой списочек составить. Что же мои подписчики больше всего любят хомячить? Да, хомячить, ребят. Я вам сказал, у меня курица, мясо, рыба. Скажите свой топ. То есть, что вам больше всего нравится, когда ваша мама делает, да, там, на ужин, допустим. Вот это реально круто будет. Арбузик. Люблю арбузик, да. Люблю. В принципе, пускай будет. Арбузик еще в холодильнике хранится, когда вы уже, например, его... Там разрезали, половину сели, остальную в холодильнике. Логично. Картошечка. Картошечка, по сути... Картошечка, сырая картошка. В холодильнике у меня не хранится. Сырая картошка хранится снаружи, в мешках, да, можно сказать. Когда ты ее покупаешь в магазине, ты ее ставишь куда-то там в подсобку, да, в коморку какую-то. Поэтому поставим ее, допустим, в верхней полочке у нас тут хлеб, а в нижней полочке у нас будет сырая картошка. Вот так. Потом, приготовленная картошка, конечно же, ставится в холодильник, чтобы она не испортилась, да. Ух ты, прям заплющила компьютер. Смотрите, ребята. Это прям танцующий... О, все, все. Такая, знаете, секунда. Заплющила, отпустила. Что у нас еще осталось? Морковочка. Морковочка у меня в холодильнике хранится. Я не знаю. В принципе, ее можно, наверное, хранить не только в холодильнике, но у меня в холодильнике. Вот так. Вот это давайте... Овощи, фрукты... Нет, не фрукты. А тут у нас только есть овощи и ягода. Потому что арбуз это не фрукт, это ягода. Потом у нас наверху есть мясо, рыба. Мясо, рыба. И вот тут курица. А что у нас еще осталось? Это прям, знаете, я скучаю по пятому сезону. Почему? Потому что в пятом сезоне у нас был прям охрененный мод, который добавлял в ваш мир Майнкрафта все, что только возможно. Были все ингредиенты. Кокосы, ананасы, помидоры. Все. Вы могли делать гамбургеры, сэндвичи, джемы, йогурты. Все, что, наверное, только в мире существует. Там, это был, это, наверное, единственный мод в Майнкрафте на еду, который добавляет практически все. И там было офигенно. Вы прям, нужно вам было сделать сковородку, чтобы приготовить себе яичницу. А котел, чтобы приготовить себе вареное яйцо. Жалко, что на эту версию нету этого мода. Я бы прям охренел, честно. Но, знаете, это у меня прям ностальгическая такая серия, я прям вспоминаю. В этой серии мы даже не так покемонов ловим, как прям о еде разговариваем. Вроде все, да, картошка. Ребят, меня уже тошнит от картошки, я не знаю, честно. Вот прям тошнит уже. Вас не тошнит? Вот мне уже картошка так нафиг надоела, что это с ума можно сойти, честно. То пюре, то жареное, то вареное, то пареное, то такая, то нарезанное, то целиком. Я уже когда вижу картошку, там, мам, давай хоть другой, я не знаю, я лучше хлеб съем там с маслом, чем буду картошку. Я не знаю, она мне уже так надоела, что ты с ума сойти. Макарошки, там, допустим, картошка фри еще пойдет, но пюре, это уже охренеть как мне надоело. Я уже не могу даже на нее смотреть, честное слово, ребят. Иногда можно, иногда там картошечка фри, всякое такое, в духовке, да. Но так уже, в целом уже прям надоело. Ух, я не знаю, я опять захотел прям заниматься какой-то кулинарией. Я не знаю, ребят, я скучаю по тому моду. Он, кто не помнит, я вот даже вам сейчас название скажу, если у вас, например, есть... А вы можете, в принципе, скачать мою сборку пятого сезона, там есть вот этот мод. Но кто не знает, как он называется, он называется Пам Харвест Крафт. Там добавляется все, все ростки, вы можете сажать деревья, кусты, прям, я не знаю, растение в земле, там не арбузы, а... Короче, все, ягоды, то есть, все, что вам только в голову придет. И также можете делать пиццу, не только, что куча модов всяких, да, поганых, там, сделай себе пиццу. А пиццу с одной начинкой, с другой, такую, сакую, там прям охренеть, какой выбор, если честно. Жалко, на эту версию 1.8 вроде его нету, это очень жалко. Ребят, это очень жалко, что этого мода нету, я бы прям сейчас его набил. У меня прям сзади такая ностальгия пробилась. Что я вспомнил, ребята? Где у нас находится второй значок? Второй значок у нас тут находится, давайте вот так. Главное, сейчас не выкинуть что-то, чтобы полетело сюда. И знаете, что я еще хочу попробовать, ребята? Секунду, я им читерить не буду, я просто... Мне подписчик сказал... Вот, вот смотрите, мне подписчик сказал, или что это он сказал? Нет. Что можно скрафтить вот этот шлем. Можно скрафтить какой-то там шлем. Допустим, сейчас, я просто хочу посмотреть. Действительно можно! Ватерстон хелмет. А ну, я просто одену, ребята, даст ли он нам какой-то эффект? Действительно можно! А я не знаю, даст, даёт ли он какой-то эффект? Мне кажется, вот что скрафтит, скрафтит, это действительно можно. Нифига себе, ребята, даже с камней, с пиксельмона можно крафтить себе бронь. Это круто. Это круто. Ладно, я сразу же удаляю, чтобы не говорили то, что я за читерил. Нет, я удаляю. Это мой был, а это я удаляю. А если там фаер, допустим? Ребята, смотрите, тут есть инструменты. Офигеть. А может, мы потом даже этим всем будем заниматься, да? О! Ребята, стенды, стенды. То есть, я вам говорил, у нас уже есть два значка. Ледяной и водный. Я говорил, чтобы сделать, знаете, какие-то крутые такие стенды. И в рамках хранить свои значки, как трофеи. Мол, да, мы их получили. Мы задрючили всех геймлидеров. И вот. И когда мы соберём все полностью значки, мы отправимся в лигу, в лигу покемона, да? Самый главный турнир на большущем каком-то стадионе. Если мы его, конечно, найдём, да? Это тоже задача. Это будет круто. А вот эти броньки, у нас даже есть иногда столько ресурсов, что нам некуда девать эти же камни. Если мы будем собирать их, и потом, знаете, скрафтим сэп водной брони с пиксельмона. Офигеть. Это будет реально круто. То есть, можно даже вот эти две идейки потом воплотить в жизнь. Стенды для броньки, и также стенды для вот этих значков. Это будет реально круто. Мне кажется, вот этого ху... Ух ты, ни хрена себе. Хуйдум, ты прям реально хуйдум. Прям, ты чё-то не тащишь вообще? Может, ему какие-то атаки подучить? Сто процентов ему нужно какие-то атаки подучить. Сейчас даже пойдём посмотрим. Он же вроде как, я знаю, даркий и огненный, да? Да, даркий и огненный. Прям знал. А какая у него натура, мне интересно? Охренеть, у него натура прям днище. У него уменьшается атака, но вырастает защита. Нахрена ему защита? Ему бы лучше, наоборот, я не могу сказать, но было бы лучше, если бы у него защита... Если бы у него, наоборот, атака росла. Ладно, потом, я не знаю, может поменяем что-то в этом роде. Я просто хочу сейчас посмотреть, есть ли у нас какие-то полезные темки. Да твою! Вот так. А, темочки, темочки, нет, темочки у нас тут. Рист, фаер-бласт. Нет. Мы, наверное, ребята, даже потом сделаем магазин темок. То есть, вот сейчас, сейчас будем вот это все воплощать. Будем, ребята, искать новых покемонов. Делаем себе магазины, я потом, когда будет время, обязательно построю. Опять забыл покемонов взять. И будем это все воплощать. Стенды, ребята. Это, конечно же, на серию не очень хочется делать, потому что, ну, не всем нравится смотреть, как ты там кто-то строишь. А, понятное дело, то, что я в магазине для НПСов буду строить 10 серий. 10 серий, для этим еще ресурсы добываю. Поэтому я потом, когда будет время, не знаю, на выходных, потому что там обычные дни, ребят, вообще времени ни хрена нет. Это все потом построю. И посмотрим. Да, что я хотел. Покемонов, да? Вот, покемоны. Кого нам взять? Нам нужно 5 покемонов. Вы писали свои идеи в комментариях. Вы писали покемонов, которых нужно взять. И знаете, что я, наверное, возьму? Ну, смотрите, у нас есть огненный. Нужно идти по списку. Есть огненный, значит, нужно взять водного. Есть водный, значит, еще травяной. То есть, чтобы у нас были все эволюции. Потому что никто, ребята, не знает, какой будет следующий стадион. Может, мы будем через горы пробираться, встретим гимн Брока, да? То есть, каменный гимн. Может, будем пробираться посередине леса, и посередине леса будет травяной гимн. То есть, нам пригодятся огненные покемоны. Никто никогда не знает. Поэтому, ребята, всех покемонов нужно качать. Все натуры, все, в принципе, версии огненные, водные, все подряд. Давайте второй покемон. Если у нас есть уже огненный, давайте возьмем ралса. Меня многие просили взять ралса. Честное слово, ребята. Я не знаю, почему он вам так нравится. Может, у него следующая его эволюция прям какая-то фантастика нафиг будет, то, что вам всем она так нравится. Коэн, он эффективно, честно. Брать его, не брать его. Конфюжен. Ну, давайте, ладно. Ребята, специально для вас я его возьму. Для своих подписчиков. Третий покемон. Зангоза я бы, конечно, взял, но он будет у нас капитаном. А в этой команде у нас капитан есть хуй-дум уже. Поэтому занозу мы оставим на немного потом. Летающего покемона можно взять, чтобы быстрее передвигаться. Летающий у нас, допустим, будет... Я бы взял голета, но дарк у нас уже есть хуй-дум. Поэтому давайте возьмем кого-то другого. Давайте водного возьмем старию. Пускай будет старию. Да, у нас, конечно, есть еще маткип, у нас есть сквиртл. Но этих мы потом всех, наверное, так же прокачаем. Возьмем Снайви. Давайте возьмем Тропиуса. Тропиуса я все так буду откладывать, откладывать, откладывать. Потому что у нас будет Снайви. Потом будет какой-то другой. Потом еще какой-то другой. Я так Тропиуса буду откладывать до последнего. Лучше мы его сразу возьмем, сразу прокачаем и все. Иви. Иви. Мы сломили Иви. Ребята, берем Иви. Как думаете, взять Иви? Если мы возьмем Иви, то мы, наверное, сделаем все-таки Желтеона. Потому что у нас уже есть в команде и Хуйдум, и Раутс, и потом Старию. То есть потом Водный, Травяной. А Иви электрического у нас еще в команде нет. В принципе, пускай будет, мне кажется. Как думаете, ребята? Пускай будет электрический. На всякий случай. И Херокросс, и Пипинсер. Пипинсер обычный тип. Ну и так его нужно прокачать. Нет, это Жук. Это Жук, ребята. Это пускай будет. Пускай будет Пипинсер. Только самое главное, ребята. Это нельзя допустить. Если мы взяли Пинсера, мы обязаны. Пипинсер. Пипинсер. Не Пипинсер. Пипинсик. Это еще кто такой? Пипинсик. Я не знаю. Ребята, Пипинсер или Пипинсик? Пипинсик. Что лучше? Пипинсик. Или Пипинсер. Давайте, пускай будет Пипинсер. Если вам понравится Пипинсик, будет Пипинсик. Ахренеть просто. Тогда я что-то ляпну такое. Если у вас в команде есть Пипинсер, ребята, если вы не переименуете Пинсера в Пипинсера, вы не настоящий тренер Покемона. Этого нельзя допустить. Пипинсер должен всегда быть Пипинсером. Так же, как Кундун Хуйдун. И кто там у нас еще есть? Пилосвайн пылесосом 100%. Занго с занозой. У нас там еще есть Коттуни Капуста. Потому что и Коттуни, и Капуста как бы что-то похожее. Может чуть-чуть. Но он выглядит как реально Капуста. Поэтому я его так и назвал. У нас там еще есть много покемонов, у которых есть клички. Но, честно, ребята, это нужно видеть покемонов, чтобы вспомнить кличку. Я вот так не вспомню. Знаю, там Сало, Саламенс это у нас вроде Сало. И вот это, как там, другой покемон. Только Сало там еще одно есть. Я не знаю, ребята. Это нужно вспоминать покемоны. Это нужно их видеть, да, чтобы вспомнить клички. Сейчас я не могу вспомнить. Те, что я мог вспомнить запросто, те я вспомнил. Там еще кто-то был, но я не помню, ребят. Пипин, Сирот, еще кто-то там был. Ладно. В принципе, что нам сейчас нужно делать? Каких покемонов ловить и куда нам вообще идти? Я не знаю, честно, ребята. Я толком не знаю. В принципе, вот сейчас, когда мы их взяли, нам нужно их начинать, конечно же, прокачивать. Я также Марипов хочу поубивать. Почему? Так, Экспешер в первую очередь, давайте будем, я не знаю. Пипинсера качает. Я не знаю, хочу Пипинсера. Нам нужно сейчас будет пойти еще домой и посмотреть рыбацкие сети. А то их и давно уже не смотрел. И почему я хочу сейчас убивать Марипов? Потому что с Марипов выпадают шерсть. А с помощью мода, который добавляет рыбацкие сети, наоборот. Вот, вот, с шерсти можно... Вот, нужно еще одну шерсть. А с шерсти можно крафтить вот эту нити, да? То есть не наоборот с нитей шерсть крафтить, а вот как раз-таки наоборот. С шерсти можно нить крафтить, да, ребята. Поэтому нужно убивать Марипов. Нужно убивать Марипов. И чем больше мы сделаем сетей, да, тем больше будет возможности, чтобы в них что-то путевое словится. Или хотя бы не то, что прям путевое, а просто много рыбки. Да, ребята. Много рыбки для того, чтобы... Ну, кушать, во-первых. А во-вторых, конечно же, торговаться с барыгами. Потому что рыбку мы можем толкать. Если честно, прям какая-то офигенная рыбка, мы ее можем толкнуть за большущую цену. И на этом, можно сказать, даже разбогатеем. Поэтому нужно. У нас есть спирл. Спирл. У нас спирл его нету. Можно словить. Просто. Пускай ради коллекции будет. И так потом пригодится. У нас вроде есть спирл. Вроде. И точно не помню. А вроде нет. Вот словили, ничего такого особенного нету. Во-первых, он седьмой уровень. А во-вторых, не такой уж редкий покемон, да? Чтобы выпендриваться. Это еще услуга. То, что мы пришли и все-таки решили его словить. А не то, что он еще выпендривается. Да, то, что нет. Я не хочу, чтобы ты меня ловил. Отстань противный. И всякое такое. Нет, он еще должен нам спасибо сказать. Вот смотрите, ребята. Походу, это так крапится. Нет. Вот, четыре, да. То есть, две шерсти, это четыре нити. Четыре нити, это одна рыбацкая сеть. Поэтому, ребята, смотрите и сами считайте. Мне кажется, тут нету, что ловить. Даже если идти убивать морипов, то лучше всего это делать в зимнем биоме. Потому что там их намного больше. У нас есть хавчу, которую можно потратить в первую очередь. Нет, у нас только рыба. Ух ты. Сваблю. Ребята, а может нам и сваблю словить? Как думаете? Там... Это сваблю. Я так, знаете, не чтобы так повернуть мышку. Я прям... У-у-у. Кто там? А кто там? Прямо, знаете, когда в гонке играешь на контроллере, да? А то сам поворачивайся, как будто ты какую-то роль играешь. Пиджи. Пиджи у нас есть. С первого это... Ладно. Сваблю. Там я еще одну вроде сваблю видел. Это 30 уровень, это слишком большая. Мы ее убьем, наверное. Нет, не убьем. Круто. Попробовать можно. Попробовать можно. Ребята, у нас квикболы закончились. Это хреново. Нужно будет опять квикболы делать. Ну, сейчас повезло то, что мы словили. А так у нас... Все, это последний квикбол был. Хреново, хреново. Кто не помнит, в последний раз мы квикболы делали... Вообще мы делали покеболы, болы, да? В последний раз около 20-30-40 серий назад. Почему так долго? Потому что в тот момент мы взяли и сделали себе 2 стака квикболов, 2 стака даскболов. Потом еще сделали себе 2 стака левелболов. И вот эти болы хватили прям на офигеть сколько времени. Но серии проходят и болы тоже тратятся. Кто не помнит, то мы словили и Суйкуна обычным болом. И мы Селеби словили обычным болом. То есть офигеть, как нам повезло. Мы сэкономили 2 мастербола, но в то же время потратили кучу других болов. Потому что эти легенды не ловятся с одного-двух болов. На Суйкуна в сумме мы потратили около стака или даже полтора в сумме всех болов. А на Селеби? На Селеби охренеть, у нас ловилось пару доскболов. Это тоже круто. Ну в принципе, ребята, мне кажется, действительно... Это кто там? А, нет. Чего тут? На этом можно уже даже серию заканчивать. То есть много чего мы не сделали. Погорели Айген, я не знаю почему, просто наплынуло, нахлынуло на меня. И также взяли новую команду. Рал, Старью, Тропиус, Иви. Будет, наверное, все-таки желтеоном. И Пипинцер. Ребята, лайк за Пипинцера. Также, как только мы прокачаем эту команду, я, ребята, возьму тех покемонов, которых вы больше всего любите. Потому что, вы сами знаете, я всегда устраиваю вопросы, что все-таки считают мои подписчики. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению. Поэтому, если хочешь стать моим подписчиком, также само общаться, как я сейчас общаюсь со своими подписчиками. Или просто-напросто стать моим другом, потому что каждый подписчик для меня друг. Подпишись! Для тебя это секунда времени нажать на одну кнопочку. А в первую очередь ты действительно станешь мне другом, сделаешь мне приятно. Ну и просто, мне кажется, это не так тяжко. Это действительно будет, ребята, круто, если вы подпишетесь. Также я еще раз повторяю то, что я даю вам свое слово. Если на этой серии Пиксельмона мы наберем... О, чуть не пропустил. Ух, ни хрена себе, Волкорона. Если на этой серии Пиксельмона мы наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, Эдисона, то, что завтра выйдет новая часть Пиксельмона. Да, ребята. Если на этой набираем 1200 лайков, завтра выходит новая серия. То есть, еще одна серия. Поэтому, если вы хотите видеть Пиксельмон, каждый день зависит только от вас. Выйдет ли он или нет. Также, ребята, не забываем оставлять комментарий под этим видео, ведь я отвечаю каждому подписчику. Я общаюсь со своими подписчиками. Поэтому, если у тебя есть какой-то вопрос, просто задай его, я буду очень рад на него ответить. Ребята, что еще? Вы можете добавить меня даже в друзья ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Заходите, кидайте заявку, добавляйте. Я тоже вас с радостью добавлю. Ребята, всем спасибо за просмотр. Давайте убежим вот этого, покушаем напоследок. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok